У нас в России фигурное катание на данный момент является одним из самых популярных видов спорта, и все с огромным интересом следят за тем, как обстоят дела у известных спортсменов. В этом видео мы узнаем, как складывается жизнь у семерых талантливых и звездных фигуристок, уже после того, как они завершили свою успешную спортивную карьеру. 7 место. Елена Водорезова. Это многократная чемпионка СССР, также она является первой в истории советской фигуристкой-одиночницей, являющейся призером различных чемпионатов мира и Европы. А в 1984 году Елена приняла решение завершить свою спортивную карьеру. На протяжении многих лет каждое выступление Елене давались с большим усилием, потому что у нее уже тогда был ревматоидный полиартрит, и от этого выступать было очень тяжело. Но благодаря спортивным успехам Елены Водорезовой, советское женское одиночное катание вышло на новый уровень. Елена стала первой в истории фигуристкой, исполнившей в короткой программе тройной прыжок, а также три тройных прыжка в произвольной. В тот год, когда Елена ушла из спорта, она окончила институт физкультуры и с головой погрузилась в тренерскую работу. Среди ее успешных учеников есть победители и призеры различных турниров. Это Адалина Сотникова, Елена Родионова, Максим Ковтун и Мария Сацкова. На данный момент Елена Водорезова является руководителем команды ЦСКА по фигурному катанию. 6 место. Мария Бутырская. Мария является первой в истории России чемпионкой мира в женском одиночном катании. Также она была многократной чемпионкой России и Европы. А в 2003 году Мария Бутырская ушла из ледяного спорта. Как-то в одном из своих интервью фигуристка сказала, что ей никогда не нравились показательные программы и коммерческие выступления, а главным для нее всегда были только соревнования. После ухода из спорта Мария стала тренером. Занимается она в основном только с детьми. Еще можно отметить, что в честь Марии Бутырской проводится популярный турнир по фигурному катанию. Он проходил уже много раз. И в этом турнире принимали участие очень известные фигуристки. В их числе была и олимпийская чемпионка Алина Загитова. В данный момент времени Мария Бутырская ведет активный образ жизни. Она воспитывает троих детей, проводит различные мастер-классы, участвует в разных телешоу и посещает различные мероприятия. 5 место. Ирина Слуцкая. Это призер Олимпийских игр, семикратная чемпионка Европы и заслуженный мастер спорта России. Также она является первой в мире фигуристкой, которая смогла исполнить каскад из трех прыжков. Это два тройных и один двойной. В 2006 году Ирина Слуцкая завершила свою спортивную карьеру. Вне спорта Ирина занималась в различных направлениях. Она успела побывать ведущей на телевизионных программах «Ледниковый период» и «Звезды на льду». Снималась в сериале «Жаркий лед» в 2008 году. Играла в спектаклях. Начиная с 2015 года Ирина открыла собственную школу фигурного катания. А в данный момент Ирина Слуцкая участвует сразу в двух передачах. Это «Доктор Свет» на НТВ и «Хороший врач» на телеканале «Доктор». 4 место. Полина Цурская. Она является бронзовым призером турнира НХК «Трофи» 2017, чемпионкой вторых юношеских Олимпийских игр 2016 года, победительницей финала юниорской серии Гран-при 2015 года и победительницей финала Кубка России 2017. Но из-за хронической болезни спины все эти спортивные достижения давались фигуристке крайне непросто. Полина Цурская объявила о завершении своей спортивной карьеры 31 мая 2019 года. 18-летняя спортсменка вместо спорта решила посвятить все свое время учебе. Об этом Полина написала в своем инстаграм-аккаунте. «Все имеет свойство заканчиваться. Вот и моя жизнь в фигурном катании подошла к концу. Не хочется много писать, но это обдуманное решение, и я думаю, оно верное. В жизни перед нами часто встает сложный выбор, и я его сделала в пользу учебы», написала теперь уже бывшая фигуристка. Но в отличие от большинства других фигуристок, Полина всегда интересовалась точными науками и считала себя математиком. Поэтому она решила поступить на факультет международной экономики и посвятить себя в совершенно другом, далеком от спорта направлении. 3-е место. Бетина Попова. Это чемпионка Универсиады 2019. Вместе со своим партнером Сергеем Мозговым спортсменка много раз занимала призовые места на различных турнирах. Но в середине февраля 2020 года фигуристка Бетина Попова в возрасте 23 лет объявила о завершении своей карьеры и уходе из большого спорта. Бетина прокомментировала свой уход следующими словами. «С одной стороны выдохнула со свободой, а с другой эмоционально тяжело. Я вообще вернулась бы, вижу в себе нераскрытый потенциал. Ну да, толстенькая, но это быстро худеется», — сказала фигуристка. В данный момент у Бетины Поповой нет никаких особых планов на будущее, хотя она намеревается принимать участие в различных ледовых шоу. Спортсменка хочет развиваться в творческом направлении, связанном с искусством и танцами. Еще Бетина ведет свой блог в Инстаграм, в котором делится подробностями из своей жизни и радует подписчиков своими необычными и довольно-таки смелыми фотографиями. 2 место. Аделина Сотникова. Это олимпийская чемпионка и двукратная серебряная призерка чемпионатов Европы. В начале марта 2020 года, после четырехлетнего перерыва, Аделина Сотникова официально объявила, что уходит из большого спорта. Причиной этого решения стали серьезные проблемы со здоровьем. Еще в феврале 23-летняя фигуристка была госпитализирована с острым приступом остеохондроза и ей сделали операцию на шейном отделе. В 2015 году Аделина принимала участие в шоу «Танцы со звездами», а в 2016 году снималась в проекте «Летниковый период». До последнего времени Аделина была задействована в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Фигуристка владеет собственным салоном красоты под названием «Студия АС». Аделина любит много путешествовать, давать интервью и показывать мастер-классы. Еще она ведет свой блог в Инстаграм, на котором у нее уже почти миллион подписчиков. В одной из телепередач Аделина сказала «Официально хочу сказать одно – с профессиональным спортом точно все, потому что в данный момент я хочу быть здоровой и счастливой». Первое место. Алина Загитова. В свое время она была одной из самых популярных в мире фигуристок. Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании 2018 года в Пхенчхане, чемпионка России того же года и победительница чемпионата мира 2019 года. 17-летняя фигуристка Алина Загитова буквально шокировала не только своих почитателей, но и весь мир фигурного катания, неожиданно объявив в конце 2019 года о том, что приостанавливает свою спортивную карьеру и что она не будет соревноваться в предстоящем сезоне. По словам фигуристки, у нее оказалось недостаточно мотивации. «Сейчас у меня все есть, а всегда должно чего-то не хватать, как я считаю», сказала спортсменка. Эту новость много раз уже обсуждали многие специалисты и фигуристы. Бывало даже, что это доходило до серьезных споров и нешуточных скандалов. После завершения своей спортивной карьеры Алина Загитова активно участвует в различных ледовых шоу и показательных выступлениях. Несмотря на то, что сама фигуристка говорила, что из спорта она уходит временно, но многие специалисты и в том числе известный тренер Татьяна Тарасова уверены, что Алина уже никогда не вернется в большой спорт. Эту новость много раз уже обсуждали... Кхе-кхе-кхе-кхе.